Привет, друзья! Я Станислав Лендовер и вы на моем YouTube-канале, за что вам отдельное спасибо. Сегодня мы продолжаем рубрику, полюбившуюся вам, нужно сказать, рубрику просто о сложном, где я отвечаю на ваши вопросы и просто разбираю интересные темы, кратко, с примерами, все четко и по делу. Так что, если вы готовы, поехали! Как правильно изменять вес отягощения, то есть, как правильно увеличивать вес на снаряде. Это может быть живой вес, это может быть тренажер, это не важно. Первое, что вы должны понять, если вы в состоянии выполнить упражнения с большим количеством повторений, с тем же самым весом, не меняя технические параметры, значит, в ваших мышцах произошли какие-то архитектурные изменения. Что-то в них уже построилось. То есть, вы не вначале становитесь сильнее, а потом больше. Так не бывает. Вы вначале создаете условия, на которые организм реагирует, реагирует строительством новых мышечных структур, то есть, мышечное волокно, утолщается. И утолщаясь, оно может произвести большее усилие. То есть, вначале у вас произошли изменения в мышцах, а потом вы заметили проявление силы. То есть, если вы сгибаете предплечье концентрированное, например, с гантелей 10 кг на 10 повторений, а через 2 недели вы выполняете это же, с этим же весом 12 повторений, значит, что-то произошло в мышцах. И, соответственно, ваши мышцы уже стали больше. Это не всегда, естественно, можно идентифицировать при помощи сантиметровой ленты, потому что маленькие промежутки дают маленькие приросты. Но это именно так. Увеличение веса тягощения. Вы приходите на свою тренировку. Вы, естественно, знаете и планируете свой тренировочный план. То есть, вы знаете, что сегодня вы должны в каком-либо упражнении выполнить 10 повторений. Естественно, не меняя техники выполнения упражнения, вы вдруг выжимаете снаряд 12 повторений. Это означает, что это является убедительным сигналом к тому, что вы стали сильнее. И это означает, что вы можете увеличить вес от тягощения снаряда в зависимости от движения. Потому что во время приседания со штангой будет больше шаг, во время сгибания рук со штангой будет меньше. Но, так или иначе, увеличение количества повторений выполнено в той же самой технике на 2-3 повторения. По отношению к предыдущей тренировке дает вам убедительный сигнал в том, что мышцы готовы к большей нагрузке и следует увеличить вес от тягощения. Естественно, с увеличением веса от тягощения количество повторений снизится. Например, с 12-ти опять до 10-ти. Следующие 2-3 недели вы посвятите тому, чтобы, не меняя техники выполнения упражнений, поднять количество повторений опять до 12-13 повторений, то есть на 2-3 повторения выше своих целевых значений. Потом опять прибавляете вес от тягощения, опять возвращаетесь на более низкое количество повторений. И так продолжайте до тех пор, пока вы не дойдете до своего предела в конкретном упражнении. Друзья, отвлеку вас буквально на 20 секунд от просмотра этого видео, чтобы напомнить о том, что мой проект Lindover Power, в котором собрано более 20 тренировочных программ рациона питания, много различных полезностей, вам доступен. По ссылочке в описании к этому видео вы сможете приобрести тренировочную программу на 100 дней. Я буду очень рад, если смогу быть вам полезен. Ну а теперь продолжаем просмотр видео. Как правильно выйти на рабочий вес снаряда? Казалось бы, в чем тут вопрос? Пришел, размялся, поставил рабочий вес и давай выжимать, тянуть или приседать со штангой. Друзья, конечно, все это очень здорово. Я каждый день вижу то, как это происходит. И каждый день я понимаю, что многие из вас ошибаются и делают они неправильно. Это приводит в первую очередь к невозможности работать с теми весами, с которыми вы могли бы отработать. Вы не подготовили связочно-вставной аппарат, мышечный аппарат и, самое главное, нервную систему к предстоящей работе. И это потенциальная вероятность травмы. Потому что, естественно, вы должны пройти полный цикл разминки и выхода на рабочий вес, чтобы отработать. То есть, я всегда в качестве примера привожу более простой и наглядный для большинства водителей, а, скорее всего, большая часть из вас автомобильным управляет, перемещение на автомобиле с ручной коробкой. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выйти на четвертую скорость, так называемую на кризисную скорость, надо вначале переключиться на первую, потом на вторую, потом на третью, потом на четвертую передачу. Казалось бы, а что нам мешает с первой переключиться сразу на четвертую? Да не получится. Либо двигатель начнет задыхаться, либо коробка начнет выключаться. То есть, иными словами, мы создаем сверхвысокие нагрузки на основные органы управления. В данном случае мы говорим о связывающем в основном аппарате мышечной нервной системы. То есть, естественно, мы с вами можем поманипулировать, например, со второй переключиться сразу на четвертый, немножко увеличив нагрузку на коробку, немножко увеличив нагрузку на двигатель. Но мы прекрасно понимаем, что коробку двигателя автомобиля можно отремонтировать легко и непринужденно, или у нее может быть запас прочности достаточно большой. А наше с вами, тело, наш с вами организм не всегда удается вот так вот отремонтировать. Поэтому давайте разберемся, как это сделать правильно, переключаясь с первой на второй, со второй на третий и с третьей на четвертую скорость. Итак, я в рамках сегодняшней тренировки должен выполнить жим в тренажере. И я знаю, в моем тренировочном плане написано, что я должен сегодня пожать вот здесь вот 80 килограмм, суммарно по 40 килограмм с каждой стороны, на 8-10 повторений. Вопрос, как мне выйти на рабочий вес снаряда? Поставить по 5, а потом сразу 40 поставить? То есть с первой попробовать переключиться на четвертую? Не вариант. Поэтому давайте разберем все это по порядку. Итак, первый рабочий подход. Выполняется он, как правило, на 12-15 повторений. С весом отнегощения порядка 30% от предстоящего рабочего. 30-35%. В моем случае это 15 килограммов. Я принимаю сходное положение и выполняю первый подход. На 12-15 повторений. Это помогает мне включить, почувствовать движение, включив первую скорость. Дальше я отдыхаю тот промежуток времени, который вам традиционно прием. То есть вы привыкли. В моем случае я считаю, что между вот разминочным подходом, первым разминочным и вторым разминочным подходом, нет смысла отдыхать более минуты. 40-50 секунд, то есть время, которое необходимо для того, чтобы просто увеличить вес отнегощения. Второй разминочный подход. Вес примерно 55-60% от предстоящего рабочего. Разминка не должна выматывать, потому что очень многие, выходя на рабочий вес снаряда, уже устали от разминки. Разминка должна подготовить нервно-мышечный аппарат, связочный со мной аппарат к работе, но ни в коем случае не утомить. И, соответственно, я выполняю уже работу с весом 50-60% на 6-8 повторений. Выполнив свои 6-8 повторений, я отдыхаю, опять же, порядка 45 секунд, минуты. Кстати говоря, важным моментом является то, что, в принципе, промежутки отдыха – это вопрос вашего комфорта и выбора. И одному потребуется 45 секунд, минуты, кому-то чуть меньше, а кому-то, может быть, больше. Но суть от этого не меняется. Дальше я иду и работаю с весом примерно 85-90% от предстоящего рабочего. И в этом упражнении, в этом движении я выполняю всего лишь на 2-3 повторения. То есть это будет моя третья скорость. Этот подход я называю подводящим. Вы знаете, у нас уже был с вами разговор о том, что подводящий подход обычно – это работа с весом 80-90% от предстоящего рабочего на 2-3, максимум 4 повторения. Опять же, почему на 2-3, на 4? Потому что для того, чтобы нам нервно-мышечную связь в очередной раз с большим весом проверить, нам не нужно работать на 6-8-10-12 повторений. Потому что это все не приведет к гипертрофии, потому что вес недостаточный и, конечно же, это утомит вас. Поэтому я выполняю это движение. После этого есть смысл отдохнуть чуть больше, около полутора минут, добавить вес до рабочего. В моем случае конкретно это 40 килограммов. И после соответствующего отдыха выполнить рабочий подход на заданное количество повторений. Так что, друзья, я вам очень рекомендую обратить внимание на этот, казалось бы, незамысловатый параметр. И самое главное заключается в том, что вы должны понимать, если ваш рабочий вес, условно говоря, здесь не 40 килограмм с каждой стороны, а 60 или 70, количество вот этих самых подходов, которые вы будете делать до выхода на рабочий вес, увеличивается. Если бы здесь было 20 килограмм, оно бы уменьшилось. То есть, иными словами, опять же, аналогия с коробкой. У вас, когда вы работаете с маленьким весом отягощения, вы едете на второй или третьей скорости. Естественно, количество переключений передач уменьшится. Если вы едете на 6 или 7-ступенчатой коробке передач, то есть с большой мощностью или с большим весом отягощения, количество этих переключений увеличится. Друзья, злаково протеинобатончик энергоманка. Для меня это перекус, для меня это лакомство. Приобрести вы можете, нажав на ссылочку в описании к этому видео. Ну а сейчас продолжаем просмотр. Круговая тренировка. Что за зверь такой и как мы ее можем использовать в своих тренировочных программах? Если вы возьмете и набьете в интернете круговую тренировку, то вы увидите огромное количество различных толкований. В целом, надо сказать, что круговая тренировка была вообще впервые введена примерно в 1950 году. И круговую тренировку изобрели тренеры по борьбе. Задача круговых тренировок была развитие определенных спортивных качеств, скорость, силы, выносливость. Но, естественно, культуристы смекнули, какая интересная штука, и давай использовать круговую тренировку в своих целях. Суть заключается в том, что вначале, когда многие считали, что сама по себе силовая тренировка является замечательным методом по увеличению расхода энергии, то есть жиросжигания, начали использовать круговую тренировку в следующем виде. То есть выполнялся определенный объем 5-6-7 упражнений. То есть это могли быть упражнения, например, жим штанги лежа, тяга штанги в наклоне, жим гантелями вверх, разгибание голени, сгибание голени и так далее. То есть выполнялся определенный набор упражнений. Каждый подход выполнялся в соответствующем упражнении. И потом практически без перерыва, 15-20 секунд, спортсмен переходил на вторую станцию, то есть на второе упражнение, потом 15-20 секунд на третье. И вот, собственно, это и являлось кругом. И, естественно, появилось толкование о том, что эта тренировка замечательно приводит к жиросжиганию, потому что расход энергии сам по себе действительно большой. Естественно, это не так. Мы прекрасно понимаем, что сами по себе силовые тренировки не ведут к серьезному расходу энергии, который в целом несущественен. Поэтому, естественно, культуристы смекнув, поняли, ага, если у нас не получается история с жиросжиганием, тогда давайте попробуем ее адаптировать под наши цели, под гипертрофию. Что было придумано? Было придумано совмещать упражнения в определенные группы. То есть я сегодня тренирую две мышечные группы, например, грудные мышцы и, например, спину. Да, у меня по два или по три упражнения на каждом. Естественно, я выполняю разминочный подход на грудь. В классическом варианте я делаю все разминочные подходы, выхожу и начинаю работать в жиме штанги лежа, например, три или четыре подхода. Выполнил три или четыре подхода в жиме штанги лежа. Иду на следующее упражнение на грудные мышцы. Сделал грудные мышцы, иду на то же самое на спину, выполняю разминку. Первое упражнение – работа, второе упражнение. Что было придумано? А давайте сделаем так. Мы сделаем разминочный подход на грудь, разминочный подход на спину. Второй разминочный, второй разминочный. Подводящий подход, подводящий подход. И вот первый рабочий подход на грудные мышцы. Я выполняю жим штанги лежа на заданное количество повторений. И, естественно, требуется отдых. Что было предложено? И по каким причинам это было предложено? Во-первых, мы понимаем, что во время выполнения упражнения у нас происходят два вида утомления. Локальное, на уровне мышц. То есть мышца устала, произошли определенные биохимические процессы в ней, она закислилась, ей требуется восстановление. И нагрузка в целом на организм, которая в основном определяется погашением кислородного долга. То есть выполнив упражнение, вы понимаете, что вы дышите активно. И, естественно, погашение кислородного долга или восстановление вашего уровня дыхания займет в среднем минуту. Больше, скорее всего, вряд ли. А вот мышцы зачастую требуются гораздо больше времени. Это может потребоваться и полторы, и две минуты. Поэтому что было предложено? А давайте-ка я выполню подход на грудные мышцы. Закончу подход, утомлю, восстановлю кислородный долг. То есть где-то через 30 секунд, 40, а может быть через минуту, пойду на подход на спину. Кислородный долг был погашен, то есть общее утомление было восстановлено. А мышцы, которые будут выполнять следующий подход, они не связаны биомеханически с предыдущей работой. То есть я выполняю упражнение на спину, а грудь в этот момент восстанавливается. Я сделал подход на спину. Дальше опять погашу кислородный долг, отдыхая около минуты или меньше, в зависимости от уровня вашего восстановления тренированности. Иду на второй подход на грудные мышцы. Сделал подход на грудные мышцы, иду на второй подход на спину. И так далее, выполнив первый круг, состоящий из двух упражнений. Я отдыхаю и иду на второй круг, соответствующий двух других упражнений. Если вы тренируетесь, например, в рамках фуллбоди, то вы можете точно так же объединять в определенные круги определенные мышечные группы и определенные упражнения. То есть основным и самым удобным параметром, который из всего вышесказанного следует, это то, что мы можем экономить время. Друзья, хочу поблагодарить вас за просмотр этого видео. Я всегда на связи. Удачи, не забывайте комментировать. Ну и, конечно же, если на то будет ваше воле и желание, сделайте репост. Спасибо, до встречи.